Ну что, ребят, всем привет. Я очень рада, что вы сегодня здесь собрались. Буквально минутку сейчас подождем нашего главного спикера Владимира Самукова. Пока что я хочу спросить, как у вас дела? Все ли у вас хорошо? Можете написать в чат, слышно меня, не слышно, все ли окей со звуком. О, а вот и Владимир к нам присоединился. Да вот и я. Всем привет, меня слышно? Да, я тебя прекрасно слышу. Владимир, привет. Ну что, с нами сегодня Владимир Самуков, глава отдела инженеров продаж. Я передаю ему слово, и Владимир сейчас расскажет вам про нашу платформу Vox Implant и как ей можно пользоваться. Владимир, тебе слово. Благодарю вас. Всем привет еще раз. Рады, что вы с нами сегодня. Давайте сейчас я сделаю показ экрана. Коротенько, буквально пять слайдов, кто мы, что мы, и пойдем ковыряться с кодом. Самое это интересное. Лего для коммуникаций. Когда вы первый раз залогинились в Vox Implant, увидели контрольную панель и такие, типа, и что, и как тут позвонить? Вот именно об этом будем сегодня говорить. Я Владимир Самуков, начальник отдела технического пресейла Vox Implant. Разложим. Технический пресейл – это то, что обеспечивает коммуникации технологии с бизнесом, помогает бизнесу выбрать правильную технологию и помогает технологии развиваться в востребованном направлении. А Vox Implant – это платформа для построения коммуникационных сервисов и решений. Что у нас есть? У нас есть аудио, видео, текстовые сообщения и недавно прикрученный волшебный аватар – наш собственный NLU-движок. То есть это средство для, собственно, понимания смысла написанного. И эти кубики берем и в разных комбинациях, строим из них вообще все, что угодно. Хотим убийцу WhatsApp, хотим свой собственный Telegram, хотим Slack, хотим бота поддержки, хотим бота для коллекшена. Это все можно сделать у нас. Больше того, это делается уже больше 10 лет, с 2007 года приблизительно. Что мы можем? Звонки в приложении, тот же WhatsApp, построить колл-центр, где сидят операторы. Здравствуйте, фирма такая, это чем могу помочь. Звонки с сайта в кнопку «Позвонить с сайта». Очень удобно, например, для авиакомпании. Колл-трекинг, автоматические уведомления и так далее. В общем, не с тем числа – это то, что мы называем коммуникационные сервисы. Это то, чем бизнес пользуется, чтобы связаться со своими клиентами, либо позволить клиентам связаться с собой. И внизу видите наш, так сказать, иконостас, с кем мы работаем, до сих пор продолжаем, с кем-то уже перестали, но потом еще будем. Это, понятно, не все, но это, скажем так, наиболее яркие бренды, партнерством с которыми мы действительно гордимся. Vox Implant изначально – это все-таки среда больше для разработчиков. Как раз инструменты, штучки, опишки, синтаксические обертки на JavaScript, которые позволяют очень быстро и эффективно разрабатывать свои коммуникационные решения. Что у нас есть? У нас есть облачная, гибридная, мультиоблачная среда, инфраструктура, жемчужины инженерной мысли. Гибридная, мультиоблачная, ну, в буквальном смысле то это и означает. Это комбинация как физических серверов в дата-центрах, так и облачных инстанцов с разных вендоров. Все это объединено в масштабируемую отказоустойчивую сеть, не будет единой точки отказа. SDK для встраивания во все популярные платформы, как нативный Android AOS, так и кроссплатформенный Flutter, React Native, Web API для работы с видео и голосом. Облачная ID-шка и дебаггер. Свой собственный интерпретатор JavaScript, Vox Engine. Об этом чуть потом, я нарисую, как это все работает. Это NLP-движок, о котором я уже упоминал, Аватар. И заведенные на платформу и обернутые в очень комфортные средства разработки, интеграции с речевыми и AI-сервисами от разных, в основном, конечно, лидирующих по рынку поставщиков. Google, Microsoft, Яндекс, Тинькофф и штук 7-8 на сегодня. И еще стоят в очереди на интеграцию порядка стольки же. То есть мы не стоим на месте, мы смотрим, куда двигается индустрия и предоставляем разработчикам и нашим партнерам все самое свежее, все самое популярное и эффективное. Платформу можно представить в виде такого своеобразного слоеного пирога. Состоит он из трех частей. Пойдем, наверное, сверху. Это, собственно, слой, так сказать, интеллектуальный. Слой, где заведены интеграции с системами синтеза и распознавания речи. Коннекторы к NLU-ботам. Есть из коробки Dialogflow, из коробки Avatar. И, в принципе, есть инструменты, чтобы прикрутить любого NLU-бота, текстового либо голосового. В самом низу лежит слой инфраструктурный телекомный. Поскольку наша основная сила и мощь – это голос и видео, понятно, что такие объемы трафика нужно как-то гонять. Соответственно, у нас есть интерконнекты с телефонными провайдерами почти во всем мире. Мы можем предоставлять телефонные номера в очень большом числе стран. За год мы прогоняем порядка одного миллиарда звонков. Ну, это так, для справки уровня примерно мегафона целой страны. Ну, поскольку мы компания глобальная, понятно, что все это трафик в целом размазывается по планете. И посерединке – это то, что эти слои объединяет, это, собственно, платформа. Это те самые инструменты, о которых я говорил пару слайдов назад. API-шки, интерпретатор JavaScript, сценариев, инструменты WebSocket, инкапсуляция WebRTC в нашей SDK и вот эти все штучки, собственно, за которые мы сегодня эту платформу и потрогаем. Так, это мы уже бежим вперед. Теперь, давайте посмотрим, как вообще это все устроено. Первый раз, когда мы залогинились в платформу, создали аккаунт, видим, что-то непонятное. У нас есть аккаунт, само собой, у него есть какой-то ID-шник, как-то он называется, сколько-то на аккаунте лежит денег. Есть приложения, звонки, номера, и вот тут уже становится странно. Поэтому давайте сейчас я попытаюсь изобразить иерархию всех этих объектов и сущностей, чтобы примерно дать понимание, как и что с чем связано. Начинаем рисовать картинку. В виде большого облака представим, что это Vox Implant. Это относится как к, собственно, панели управления, которая является, по сути, веб-приложением, так и подлежащей инфраструктуре. Это интерпретратор JavaScript, это медиа-сервера и вся вот эта телекомная обвязка, которая лежит под. С точки зрения логики, все начинается с аккаунта. У аккаунта есть несколько очень важных свойств и вещей. В первую очередь, это, разумеется, баланс. Поскольку платформа облачная, биллинг и, в принципе, тарификации тоже облачные. Ну, по сути, pay as you go, либо pay per use, грубо говоря, сколько нажли, столько и заплатили по счетчику, прям как с электричеством. Назвонили 20 минут в Афганистан из Америки, извольте за 20 минут в Афганистан из Америки заплатить. Наговорили полчаса синтеза, извольте за полчаса синтеза заплатить. Это все постоплатные системы, то есть на баланс закидываются средства, которые вписываются. Мы в этом отношении смотрим очень гибко и для больших партнеров, естественно, идем навстречу и даем разные условия. Немаловажно отметить такую вещь, как верификации. Верификации важны, если вы хотите звонить в телефонию общего пользования, то есть пользоваться телефонными номерами, получать на них звонки, либо отправлять звонки стыковых. В зависимости от разных стран требования к аккаунтам могут быть разные. Например, в России, чтобы купить телефонный номер, нужно подтвердить свою личность. Либо это госуслуги, либо для юрлиц нужно будет залить в нашу поддержку документы, подтверждающие регистрацию юрлица, правомощность использования номера, ну и так далее. Контрпример. В Соединенных Штатах Америки номер можно купить совершенно свободно, без каких-либо документов. Ну, то есть от страны к стране, но в целом верификация проводится на аккаунт для каждой страны, в соответствии с регуляциями этой страны. Так, и на аккаунт же покупаются телефонные номера, если в них есть такая необходимость. Примерно так. Дальше. В аккаунте есть приложение. Приложение – это, по большому счету, контейнер, у которого есть определенная имя, которая вполне себе резолвится в интернете. Называется как-нибудь appname.com. Это приложение, точнее его имя, является чаще всего точкой входа для авторизации пользователей, регистрации сип-эндпоинтов и подобных вещей. То есть имя валидное, оно работает, оно доступно через интернет. Чаще всего мы пользуемся мультикастом, поэтому IP-шник может не отражать реальность. Приложений в аккаунте может быть несколько. Нормальная ситуация, когда у вас есть приложение тестовое, приложение стейджинговое, приложение продавое, например. И между ними код можно вполне себе переливать с помощью систем контроля версий, гид, ну и прочее, CI, CD, пайплайны настраивать. У нас для этого есть Vox Engine CI, инструмент, который позволяет по API этот код и все настройки приложений заливать, переливать и так далее. В приложении, внутри приложения, есть несколько вещей взаимосвязанных довольно тесно. В первую очередь это, понятно, правила роутинга. Зачем это нужно? При звонке на телефонный номер, либо стыкового, платформа проверяет, есть ли соответствие телефонного номера роутингу и, если есть, запускает так называемый сценарий, который, собственно, и определяет, что происходит в процессе вызова. Сценарий – это, собственно, и есть тот самый JavaScript код, которым задается, что должно произойти при поступлении, либо при совершении вызова. И есть пользователи, как отдельный элемент. Пользователи могут использоваться для разных вещей. Например, как SDK Endpoint, если мы говорим про звонки в приложении, либо через сайт, либо как регистрация для аппаратных SIP-телефонов. То есть, с нашей точки зрения, звонок есть звонок, независимо от его природы. Он может происходить как из телефонной сети общего пользования, с телефонного номера, так и через интернет в VoIP. И что делается сейчас? Например, я звоню на телефонный номер. А тут еще важно отметить, что очень часто не понимают люди, как устроена телефония в целом. Любая телефония состоит из двух так называемых плечей. Плечо оператора и плечо из оператора. И точно так же это происходит в реальной жизни. То есть, если я звоню, например, из телефона своего в телефон своего другана, понятно, что звонок напрямую никогда не идет. Он на самом деле идет через вышку моего сотового оператора. А то и не через одно, а через целый массив этих вышек. И в каждую вышку приходит плечо, уходит плечо, приходит и уходит. То есть, с точки зрения меня, от меня ушло плечо в оператора, в некоего. С точки зрения моего коллеги, ему пришло плечо из оператора. То есть, мы, по сути говоря, вот эту всю инфраструктуру заменяем некой облачной сущностью. Плечо пришло, плечо вышло. Собственно, на контроле этих плечей и зиждется вся гибкость и все могущество платформы Vox Implant. Все задается сценарием на Ява-скрипте. Ява-скрипт представляет собой обработчик событий, по большому счету. Это шина событий. И у каждого звонка есть события. То есть, звонок поступил, например, на номер, соответствующий с правилом роутинга, попал в код и начал в коде обрабатываться. Если в коде написано, что да, запускаем исходящее плечо, например, в сторону SDK клиента, так тому и быть. Если там написано, что запускаем исходящее плечо в сторону телефонии общего пользования на другой номер, делается ровно это. Естественно, варианты могут быть разные. Например, в случае меню самообслуживания вот этих вещей может не оказаться. Звонок пришел на платформу и там остался, обработался каким-то автоматом, каким-то ботом голосовым и все. Либо же наоборот. Робо-обзвоны для разных случаев, подтверждение доставки, напоминание задолженности и такие прочие вещи. Звонок уходит куда-то в одно плечо, а входящего плечо при этом нет. Вот примерно в такой концепции это все работает. Давайте теперь посмотрим в реальности, как это все делается. Тут у меня, естественно, припрятан рояль в кустах. У меня есть уже готовое приложение. Называется оно «Парадоксальный вебинар». Как я уже говорил, вот оно имя. Это имя вполне себе валидное DNS. Имя его можно, например, попинговать. Кто-то отзывается, возможно, даже из России. То есть этим именем можно вполне себе пользоваться, например, для SIP-URI. В приложении у меня есть несколько правил роутинга. Сейчас я объясню, почему так. И правила роутинга меня привязывают к сценарию. Идем в сценарий. И вот мой сценарий. В принципе и все. Что происходит? В моем случае я делаю кнопку «Позвонить с сайта». Чтобы это получилось, давайте вернемся теперь на диаграмму. У меня, очевидно, есть два плеча. Давайте я снова нарисую. Есть Vox, есть браузер с кнопкой и есть условный колл-центр, к которому я звоню. А это мой, например, сайт здесь. ТПС, моя там авиакомпания. Соответственно, что должно произойти? Я где-то в браузере нажимаю на кнопку. Звонок кнопки входит в платформу. Но платформа понимает, что нужно делать через сценарий и перезванивает в условный колл-центр. Чтобы этого добиться, мне нужно на этой стороне настроить WebSDK. А на этой мне нужно знать телефонный номер моей службы поддержки. Ну, условно назовем какой-то там телефонный номер. Начнем с WebSDK. WebSDK – это, по сути, JavaScript. JavaScript, JavaScript-библиотека, которая вставляется на страницу и предоставляет собой инкапсуляцию протокола WebRTC в какие-то более понятные и простые для использования примитивы. Как это выглядит в моем случае? У меня есть некоторый сайт. И вот, пожалуйста, кнопка WebSDK. Я его промотал, сейчас я просто остановлюсь на самых важных вещах. Получаем инстанс WebSDK. Авторизуемся в качестве пользователя. Вот он, пользователь. С паролем. Естественно, так делать нельзя. Plain Text, там пароль, да еще и не frontend. Это ни в коем случае. Есть авторизация одноразовыми токенами. Это просто для наглядности. Инстанс SDK авторизуем. Как пользователь? Пользователь для этого, естественно, у нас уже создан в приложении. Вот здесь. Пользователи. C2C. Пожалуйста. Вот ровно как этот пользователь я авторизуюсь. Дальше. При нажатии на кнопку в странице я делаю вызов на условный номер 3 восьмерки. Зачем я так делаю? А я это делаю ровно для того, чтобы стригерить нужное правило роутинга, чтобы запустить нужный сценарий. Идем обратно в панель управления, смотрим на мое правило роутинга. Как раз 3 восьмерки. Если вызов поступает на регулярное выражение, которое позволяет определить, что это было 3 восьмерки, в моем случае это так, то мы запускаем сценарий C2C вебинар. Идем внутрь сценария. Что происходит? Как я упоминал, все сценарии по большому счету это обработка событий. Событий на звонке может быть очень много. Звонок поступил, звонок отвечен, звонок не отвечен. Пошли гудки, пошла так называемая премия идея. Она же КПВ, контроль посылки и вызова. То есть вместо гудков можно подставлять какую-то другую информацию. Например, играть что-то синтезом в течение 60 секунд. И по межоператорскому соглашению это, в общем-то, бесплатно. То есть что у меня здесь? Пришел звонок на 3 восьмерки, исправил роутинга, свалился вот сюда в код. Трагерилось событие. Звонок пришел. Что мы делаем? Для удобства назначаем переменные входящее плечо и исходящее плечо. Входящее плечо это то, что нам свалилось сверху, а исходящее мы тут же при поступлении звонка в платформу начинаем набирать городской номер. Вот этот с моего американского номера. Американский просто для удобства. А это номер как раз одной из моих коллег, которые сейчас с нами на этом вебинаре присутствуют. Дальше здесь же я определяю обработчики других событий для этого звонка, для исходящего. Когда трубку взяли, когда он подключился, когда трубку положили, и если звонок, например, не удался. Давайте рассмотрим по очереди. Если трубку нам не взяли. Ну, да, вполне правомощное событие, трубку не взяли. Ну, в этом случае мы просто кладем трубку на входящем плече и прибиваем сессию интерпретатора Яоскрипта. Сделать нам больше здесь нечего. Но, в принципе, эту модель можно использовать для гораздо более сложных кейсов. Например, если у нас есть звонок из приложения в приложение, и на удаленном конце этого приложения нет интернета, то есть SDK Endpoint трубку взять не в состоянии, мы это событие почувствуем и, в принципе, можем запустить новый звонок. И тут же я, кстати, немножечко пропичу нашу айдишку. Смотрите, как она классно дает хенты. Ну, все как у людей, только в вебе, в принципе, можно работать. Так вот, если вдруг мое приложение трубку не берет, я всегда могу настигнуть того, я хочу настигнуть по обычному номеру телефона, если я его знаю. То есть, таким образом, мы пользуемся... Это очень мощный элемент, если подумать, как оптимизировать структуру затрат на коммуникации в принципе. Если вы строите какую-то большую систему, где требуется много коммуникаций голосовых, вы хотите, понятно, срезать косты, используя максимально voiceover IP, ну, поскольку веб-звонки довольно дешевы. Ну, в ситуациях, когда веб недоступен, нет мобильного интернета или плохой Wi-Fi или что-то, вы всегда сохраните возможность пообщаться вот таким простым методом. Почувствуете, что у вас звонок в приложении не сработал, SDK трубку не берет, можно перезвонить на обычный телефонный номер. Дальше. Если трубку взяли. Тут немножко похитряю. Я специально это сделал, чтобы показать как можно больше возможностей. Если трубку взяли. Перед тем, как мы фактически эти плечи объединим в один разговор, мы в исходящее плечо говорим человеческим голосом. Здравствуй, Валя, пойдем пить кофе. Это специальный обработчик, специальный метод, который позволяет пользоваться синтезом. Синтез в данном случае от Гугла. Голос русский, вы и вне ци. Что здесь сделано очень здорово. Заведены, как я говорил вначале, много поставщиков. Есть Яндекс, есть Майкрософт, есть IBM, есть Амазон. Дофига чего есть. Давайте Яндексом скажем. Как он там называется. Это можно в документации подсмотреть. На что время не тратить, я останусь на Гугле. Вот смысл такой, что вот можно варьировать. Прямо в моменте. Естественно, оригинально поставщики используют разные форматы названия, как голосов, так и методов и всего прочего. Мы вокруг этого написали такие синтаксические конструкции, которые позволяют очень быстро в моменте, и не задумываясь практически ни о чем, выбирать правильные голоса, как это требуется. Естественно, вместо синтеза можно использовать банальную запись. То есть у вас где-то лежит на S3 хранилище, где-то на файла помойки, файл, MP3-шка, вы ее сюда раз, и из плеера медиа играете в плечо звонка. Вполне легитимный сценарий. Так как это шина событий, нужно прицепиться дальше к событию проигрывания законченность. Закончилось проигрывание, дальше все, начинается разговор. Мы берем трубку с входящего плеча и начинаем обмен медиатрафиком между входящим и исходящим плечом. То есть вот в этом самом пункте, в этой строчке кода у нас состоялся уже фактический разговор. И, естественно, если трубку положили, звонок разъединился, мы тоже кладем трубку на входящем, на исходящем и прибиваем в Oxenget. Что здесь? Вот эта штука, в принципе, может быть гораздо более сложной, естественно. И на самом деле это такая со скрипом приоткрывшаяся дверь в сторону голосовых ботов. Здесь можно сделать кучу синтеза, кучу распознавания. На основе распознавания можно прикрутить NLU-движок, например, Аватар наш, либо же какие-то сторонние, например, Dialogflow. И, в принципе, с того текста, который получился в результате распознавания голоса, можно уже делать очень сложную логику, в принципе, даже человекоподобную, человекообразную. Так как у нас есть разбор событий вплоть до атомов, и мы можем делать разнообразные тайм-ауты и задержки сообщения бота и человека можно сделать, в общем-то, произвольными и практически нулевыми. То есть я говорю, плавненько подвожу к тому, что с помощью таких нехитрых методов можно добиться вполне себе человекообразного поведения робота. Его можно будет перебить, ему можно будет заткнуть, ему можно будет спросить какой-то отвлеченный вопрос не по теме, и он все равно сообразится, реагирует и ответит правильно и вернется потом на рельсы старого контекста. Это все уже заложено. Как это выглядит в реальной жизни? Давайте попробуем потренироваться. Сейчас я запущу этот свой сайт. Тестовый. И тут я, честно говорю, не знаю, как реагирует платформа вебинара, но я надеюсь, что она нам даст все-таки услышать. У меня есть кнопка Call Support, вот та самая кнопка, по которой я сейчас позвоню на платформу на фальшивый номер 3 восьмерки, а платформу потом и фактически через браузер я смогу поговорить. Это очень реальный кейс. Чтобы не быть голословным, давайте я покажу aeroflot.com. Мотаем вниз. И тут тоже есть аналогичная кнопка «Позвонить с сайта». Угадайте, на чьей технологии она сделана. Ровно то же самое. Абсолютно. То есть я через браузер, например, сидя в аэропорту с отмененным рейсом, без связи, без ничего, на аэропортовом бесплатном Wi-Fi у меня есть возможность связаться с авиакомпанией. Это очень здорово с точки зрения меня, как клиента. И это очень классно с точки зрения авиакомпании, потому что звонки на 800 номера довольно дороги. И давайте попробуем. Я открою здесь дебажное окно, чтобы сразу вдруг чего. То есть я не знаю, будет ли слышно сейчас то, как трубку возьмет на другой стороне, но надеюсь, что будет. Делаем вызов. О, смотрите, звук пошел. Теоретически сейчас Валя возьмет трубку, ей проиграется приглашение пойти пить кофе, и мы сможем поговорить. Так, я слышу Валю. Да. Отлично, прекрасно. Ну, судя по эхо, слышно меня с той стороны на громкой связи. Кладите трубку, пожалуйста. Спасибо. Так, ну вот примерно так. Через браузер я сейчас поговорил с кем-то по телефону. Вот таким незамысловатым в менее чем 40 строчек изобретением. Давайте посмотрим, что у нас в итоге осталось в сухом остатке. Есть логи. История звонков. Вот, пожалуйста, 40 секунд мой лог. Как я упоминал, это Pay Per Use, честная тарификация. Сама цифра выглядит ужасной, потому что это был звонок с американского номера на российский, не забывайте. Это международная связь, это дорого. То есть можно было бы купить российский, и звонить с российского на российский было бы, конечно, дешевле. Но из чего складывается звонок? Это синтез, тот самый 50 букв, которым я звал пить кофе. Это входящее плечо с моей кнопки, с моего SDK. Вот с этого. Если мы вернемся на схему, то вот с этого. Входящее плечо тарификация тарифицируется по-своему, исходящее по-своему. Ну и, соответственно, от природы плеча тарификация может меняться. Если бы я звонил SDK в SDK, в другой браузер, это было бы, естественно, сильно дешевле, чем международный звонок из Америки в Россию. И исходящее плечо на российский номер за какие-то бешеные деньги. В целом вот так. Логи совершенно волшебные. Прямо вплоть до атомов. Кто залогинился? Какой пользователь? С какими кодеками? С какой версией SDK? Как начал звонить? На какой номер? Какие? Послал параметры, если послал. Что при этом произошло? Call PSTN. Вот ваш номер, вызов с городского номера, с колер-айди американского на российский. Куча параметров. Медиа статистика есть. Пожалуйста, как у меня пакеты? Потери, не потери. Это полезно для диагностики. Реально были случаи, когда Роскомнадзор резал UDP трафик, и мы по этим диаграммам в принципе смогли определить, что происходит и куда бежать. То есть это вполне себе здравый источник информации. И вот. Ну, в принципе, дебажить можно сценарии вот так по факту сделанных, точнее не сделанных звонков. А также у нас есть встроенный дебаггер в IDE. Ишку. Что такое? Допускаю, что у меня мигнул интернет. Я думаю, хорошее время подключать пока на вопросы. Да, у нас есть уже несколько вопросов. Первый вопрос от Романа. Можно ли использовать свой номер, а не арендовать его на платформе? Да, это делать можно, при этом это можно делать несколькими разными способами. Давайте я примерно покажу, как это может работать. Давайте так. Вот у меня есть платформа. Нравится мне этот инструмент. Просто палочки рисовать, это так умиротворяет. И мы звоним на какой-то номер. Чтобы это было возможно, нам нужно указать две вещи. Вызови, как мы уже видели, call PSTN. Куда звоним? И откуда? Вот этот самый caller ID, это я так понимаю, о чем спрашивает Роман, может быть двух разных сортов. Первый, это полноценный номер, который вы купили и подтвердили. И это может быть, что я пишу сейчас, номер verified напишу, да? Это полноценный, так сказать, телефонный номер. И это может быть так называемый свой caller ID. Он же называется custom caller ID. Который можно действительно прописать в качестве исходящего. И этому должно предшествовать несколько условий. Первый, вы действительно подтверждаете, что этот номер ваш в вашем физическом контроле. То есть на этот номер, перед тем, как вы его регистрируете, в качестве caller ID. Приходит звонок, вам произносят некий код верификации, который нужно будет ввести в форму. И только после этого, как вы доказали, что этот номер действительно ваш, можно его подставлять в качестве caller ID вот здесь. При этом есть несколько нюансов. Мобильные номера так использовать нельзя. Такие правила. Мы живем по российским законам, поэтому вынуждены им соответствовать. нельзя и все мобильные. И второе, мы не можем гарантировать проходимость звонков с таким custom caller ID во все операторы связи. Помимо закона, операторы связи пользуются часто очень своими внутренними регуляциями, и некоторые из них такие звонки банально не пропускают. из практики могу сказать, что один оператор при звонке в свою сеть со своих номеров, но не из своей сети, такие звонки просто блокируют. То есть, вы подтвердили custom caller ID городской номер, который дает вам определенный оператор, вы его подставляете и звоните на телефонные номера этого же оператора, а он такие звонки просто отбивает на входе в свою сеть и все. Потому что он свято верит, что звонки с его номеров делаются только в рамках его сети. Ну, никто ему тут не судья и имеет право. То есть, в принципе, такой момент возможен. Есть еще второй вариант, более корректный. У вас есть своя офисная АТС и у вас есть выход на городскую телефонную сеть с вашим собственным оператором. Тут я напишу own telco и эта же ситуация называется BYOC значит bring your own carrier то есть притащи своего провайдера, своего оператора. Это случай более правильный, более корректный. В таком случае вы просто звоните в свою АТС по СИПу и дальше из АТС перенаправляете звонки в телефонную сеть общего пользования средствами своего PSTM и твоего собственного провайдера. В этом случае, естественно, вы пользуете свой собственный caller ID, свой собственный аон, тот, который вам выдал этот оператор. То есть, ответ да, есть нюансы, но в целом, конечно, свой номер пользоваться можно. Второй вопрос из чата. Можно я зачитаю, да? Да, конечно, можно зачитать сам. Где смотреть аналитику по звонкам с аналитикой? Сейчас я попробую еще раз перейти в панель. Логи я уже показывал и в принципе в ходе выполнения сценария на каждый ивент можно ставить своего рода маркер, сторожок. Например, таймстэмп. Либо, я вам сейчас скажу, как делается это в лучших домах Лондона и Парижа на самом деле. В ходе выполнения JavaScript сценария создается некий объект допустим CallHistory который состоит из кучи разных полей типа Start Time End Time какие-то промежуточные маркеры что-то еще и в ходе обработки каждого события к которому вы хотите привязаться поля этого объекта забиваются какими-то значениями и потом вся эта дикая JSON уходит куда-то вам на бэкэнд в бэкэнде вас ждет какой-нибудь Power BI и вы эту всю штуку набираете собираете рисуете гистограммы всякие будильники и прочие штуки и аналитика в принципе ваша вот сюда же можно добавлять например работу голосового бота SR Result 1 то есть как он качественно распознает речи ну и так далее то есть на каждый грубо говоря чих можно делать поля в таком объекте эти поля заполняют значениями и потом весь объект целиком в качестве как раз такого базового элемента аналитики атома аналитики скажем так отправлять себе в какие-то аналитические системы мы из коробки предоставляем довольно мощный инструмент давайте я покажу в документации да кстати документация эти все примеры собраны по документации ничего я самого не придумал с нуля ничего не писал по сути простая копипаста как принять звонок как позвонить свеба это все взято из доки пожалуйста пользуйтесь и ставьте вот эти рейтинги говорят что на их основе документация исправляется так вот есть менеджмент есть метод history и getcallhistory в принципе похожую JSON можно забирать уже просто по IP можно также настроить callback чтобы по завершению звонка эта штука приходила к вам самостоятельно ну либо оттягать ее раз в период в зависимости от потребности архитектуры решения и так далее так есть ли тестовый период на платформе как такового тестовый период смысла большого не имеет поскольку это предоплатная система соответственно все инструменты открыты по умолчанию некоторые до сих пор в стадии бета-тестирования и бесплатные такие как avatar что у нас с панелью я таки чусь надеждой что она загрузится да допустим дадим я некоторое время подумать не перезагрузиться какое совпадение вы не находите прям вот прям вебинар при всем честном народе и тут что-то отказало да и смотрите какая замечательная штука есть мы предлагаем в качестве улучшения кастомер джорни и так сказать онбординга небольшой тренинг небольшое обучение и по завершению вам дается купон на 500 тестовых рублей вот как раз вот этих самых рублей которые можно спалить на всякие разные сценарии и тренировки поэтому я думаю это хороший способ чтобы начать ну и здесь же тоже видите ссылки на все документации в принципе вот все что называется строительные блоки самые базовые вот они перед вашими глазами поэтому начать протестировать потренироваться конечно можно также отмечу отдельно для тех кто реально хочет собрать какую-то мощную штуку у нас есть репозиторий на гитхабе с образцами кода под все фреймворки с точки зрения SDK у нас есть код наших видеоконф примеры собственно сценариев под разные штуки и и так далее то есть платформа и в принципе мы как компания очень дружелюбны к программистам потому что мы сами программисты и понимаем что простым людям надо чтобы сделать удобно насколько хорошо получится это уже вопрос не к нам но мы даем инструменты и игрушки чтобы чтобы это было не скучно хотя бы Владимир у нас есть еще один вопрос от Вячеслава насколько независимы наши решения с учетом возможных ограничений со стороны Google, Amazon и так далее и дальше я думаю можем уже возвращаться к нашей тематике на остальные вопросы если не будет ответим уже в конце хорошо? договорились Вячеслав спасибо вам за такой вопрос да, действительно действительно мы держим руку на пульсе и в марте мы посвятили достаточно большое человека часов для того чтобы инфраструктуру эту по большому счету сделать независимой то есть в этом облаке мы нарисовали такую виртуальную границу вот это типа так сказать западные партнеры а вот это грубо говоря санкции независимые и так далее элементы платформы они между собой связаны но даже в случае если эта черта превратится в двойную сплошную для сегментов ничего плохого не произойдет естественно если вы используете например в платформе у себя в приложении синтезы и распознавания например гугла который вдруг невзначай скажет что он с нами больше не дружит и трафик не пропускает то все сломается но никакой проблемы нет вы знаете что творится в вашем сценарии вы просто заменяете гугл на условный яндекс либо теньков либо появятся в скором времени еще отечественные поставщики синтезы и распознавания и все и у вас все работает это же касается http запросов изнутри сценария из этого кода на сторонние ресурсы если вы обращаетесь куда-то что может быть заблокировано ну как платформа мы тут конечно помочь ничем не можем но мы вам даем инструменты чтобы вы исправили это на какие-то более скажем безопасные что ли эндпоинты которые внезапно не отвалятся но в целом все интерконнекты вся телекомная часть дата-центры облачные провайдеры поставщики синтезов распознаваний могут быть сделаны полностью обособленными и независимыми так и как меня просят возвращаемся на старые рельсы да значит номера телефонные покупаются здесь же не знаю по какой иронии я купил номер из американского Белграда так получилось по кнопке покупается номер так как аккаунт у меня уже этот верифицирован я могу купить российский номер делать я так конечно же не буду у меня уже есть но в целом делается это так хочу отдельно отметить что все кнопки в панели реплицированы вызовами API и если вы строите какой-то большой сервис и не хотите пускать своих конечных пользователей в панель это хорошо и правильно вы просто пишете свой интерфейс возможно редуцированный чтобы этими API давать функционал пользователей не пуская их в платформу непосредственно идем дальше аватары про которых я говорил уже три раза это наша собственная NLU технология отдельный предмет гордости мы проводили сравнительные тесты с Dialogflow например и по части распознавания интентов мы ну хоть на чуть-чуть но Dialogflow опережаем с точки зрения ресурсоэффективности мы очень круто все сделали у нас большая зубастая команда наушников они пишут этот сервис ну вот к примеру заказ айфона в виде чат-бота формируются интенты по сути элементы смысла по образцу фразы модель тренируется и понимает что если задан вопрос или фраза похожая на эту причем обратите внимание опечатки вполне себе тоже валидно обрабатываются то скажем так по образцу этой фразы он поймет что человек интересуется о том где его заказ а дальше дальше в отличие от диалог флоу где по сути интенты и стейты состояния слеплены в одно у нас эти вещи разнесены для вещей гибкости то есть стейт машина конечный автомат задается таким же его скриптом соответственно это можно использовать как в тексте так и в звонке очень просто готового аватара встроить тот же сценарий выбрать движок синтеза распознавания и все то что описано у вас в сценарии аватара можно вывести в телефонную трубку этого же бота использовать в качестве виртуального голосового помощника что есть еще с поддержкой смс ну это в случае мобильных номеров по России это в меньшей степени актуально поскольку тут операторы довольно злые есть в рамках приложений например сделать возможно сделать очередь для звонков зачем это нужно по большому счету это шаг в сторону распределенного облачного контакт-центра с некоторых пор это стало актуальным мы знаем циска ушла авая собирается дженназис тоже не сильно активно сейчас после некоторых событий фигурирует на российском рынке поэтому стал некоторые скажем так вопросы о импортозамещении колл-центровых решений в разных компаниях у нас есть свое колл-центровое решение отдельное про него сегодня сильно не будем разговаривать но в целом оно построено вот ровно на этих же примитивах то есть создается очередь назовем ее webinar queue и в эту очередь можно добавить операторов которые пользователи ранее созданные на этом же приложении но меня пользует только один C2C и у пользователя могут быть статусы пользователя можно будет назначать звонки ну и в принципе построить колл-центр где в качестве абонентов в качестве операторов могут быть например веб-сдк клиенты то есть разговор идет через браузер почему это важно потому что можно сразу подключить какую-нибудь CRM и принимать звонок сразу в CRM поднимая параллельно при этом карточку того кто звонит ну это вот самый такой типичный банальный кейс естественно в документации есть готовый пример кода как пользоваться инструментом очереди естественно очереди доступны через сценарий через javascript пришел звонок и вместо того чтобы просто поднять трубку мы его закидываем в очередь ждем пока будет SDK endpoint в статусе готов на него назначается этот звонок ну и так далее колл-листы это это для робообзвонов по большому счету мы принимаем джейсонины и эксельки с данными ну например нужно продолбить какую-то базу клиентов у нас есть фамилия телефон и какая-то информация связанная с этим которую мы хотим ему огласить ну самый банальный кейс напоминание о задолженности какого-нибудь местной городской электросети энергосбыт какой-нибудь должников прозванивает вот очень похожая штука то есть каждая строка этого колл-листа превращается в джейсон сейчас я попробую показать как это работает каждая строка парсится как джейсон соответственно из джейсона мы выбираем данные которые нам нужны ну например имя и номер телефона в самом простом случае и использую например параметризованный синтез здравствуй Семен Семенович это нижегородский энергосбыт ваша должность составляет там xyz рублей оплатите пожалуйста до 25 числа и кладем трубу можно ждать на входе какую-то реакцию но в принципе это уже не так важно важно понимать что механизм колл-листов уже есть и можно пользоваться достаточно интенсивно 500 одновременных звонков на исход это мыслимая довольно нормальная ситуация так как мы сами провайдер оператор связи на российском рынке ну то есть без шуток с лицензией тут все по чесноку мы можем предоставить SIP connectivity это принимать звонки с вашей АТС либо размещать звонок в вашу АТС делается это либо посредством звонка на CPU юрина пользователя либо посредством SIP регистрации либо можно настроить IP-to-IP trunk в принципе пользоваться логикой так и вполне нормальная ситуация когда мы наше приложение ставят в разрыв существующей телефоне и пользуются только нашей логикой то есть трафик телекомовский чей-то там но мы получаем часть его по СИПу обрабатываем возвращаем назад и выходим из петли очень нормальная ситуация в первую очередь потому что у нас есть возможность использовать определитель автоответчиков например это очень важно в исходящих компаниях если мы хотим продуктивно кого-то обзвонить звонить и разговаривать с автоответчиками типа Тиньковского Олега это не сильно продуктивно мы эту ситуацию в пределах 2-3 секунд понимаем чувствуем что это Олег и трубку кладем и звоним следующему и так пока трубку не возьмет реально какой-нибудь человек с паспортом для мобильных разработчиков пуш-сертификаты это полезно в случае если на платформе вы делаете приложение с мессенджингом либо голосовыми видеозвонками если приложение ушло в фон пушом его можно разбудить и уже принять звонок изнутри разбуженного приложения коннектор Dialogflow про него я говорил Dialogflow это кугловая технология по сути NLU-BOT ну сейчас мы пишем ему конкурента поэтому много я о Dialogflow рассказывать не буду KivaLU-Storage очень хороший полезный элемент по сути небольшая ну как как она называется как это ключ значения база данных Apache Cassandra распределенная кластеризованная которой можно пользоваться из своих приложений то есть если вам нужна небольшая база данных для каких-то временных вещей ну привести пример например случай маскировки номеров когда водитель такси например звонит клиенту через подстановочный номер клиент трубку не взял и звонит на подстановочный так вот чтобы связать что это был реально перезвон запись кладется в типичном ситуации вот сюда в KVS например на полчаса и смотрим при поступлении вызова со стороны клиента если есть запись в KVS значит это перезвон значит мы уже запомнили какому водителю нужно это плечо вернуть вот примерно для таких вещей она используется я уже говорил Vox Engine CI эту кнопку я до позавчера не видел если честно поэтому я не знаю что нас ждет здесь а ну вот пожалуйста ссылки на документацию и CI сидите ух ты уже нагородили смотрите нагородили уже шаблонов для GitLab и GitHub прекрасно еще вроде как мы для Jenkins хотели нагородить но это видимо чуть попозже будет ну то есть штука такая что раз уж у вас есть код им нужно как-то правильно распоряжаться как-то его включать в какие-то в CI CD циклы производства продукта иметь какие-то тестовые версии продовые версии контроль версии и прочее разное понятно что руками копипастить код это как-то несерьезно мы выпустили инструмент Vox Engine CI CD который как раз призван эти руки заменить то есть некие утилиты командной строки на ноде которая сама эти сценарии правила роутинга и настройки приложений переносят в системы контроля кода а сам код можно писать в своей любимой ID например в десктопной вот такой Visual Studio ну или там в чем угодно хоть в Vime примерно так то есть так вот прям бегом-бегом пробежались но я думаю теперь понятно понятно как тут позвонить понятно что такое плечи звонка понятно что плечи могут разной природы понятно зачем нужен код и я думаю понятно иерархия всех этих сущностей как они между собой связаны и работают давайте 10 минут на вопросы и так давайте я буду их тогда читать так Евгений Новиков спрашивает мы пробуем собрать видеоконференции на базе видеоконф но имеем проблему с подключением через iPhone клиент не получает видео как починить я думаю это проблема конкретной версии SDK в том как она работает с конкретной версией iOS это скорее всего проблема нам известна мы скорее всего над ней работаем но для прям вот чтобы точно это дело посмотреть давайте вы напишите в наше Telegram комьюнити там сидит глава нашей фронт-энд разработки которая отвечает за SDK клиентские там вас попросят логи подскажут как их собрать и мы уже точно будем понимать та это проблема или не та Даша напишешь пожалуйста в чат или куда-то где найти наше Telegram комьюнити для разработчиков Fox да наш Telegram комьюнити можно на самом деле найти на страничке вебинара когда вы регистрировались вы можете ее чуть выше в чате найти я ее дублировала там есть ссылка на нашу комьюнити ну а пока мы ждали времени для вопросов я уже у нашей главы разработки спросила в чем проблема ее пофиксят в ближайшем времени в ближайшем обновлении в конце возможно это была еще другая проблема потому что проблем было несколько связанных в том числе с тем что версии IOS ходили обновления внутри мажорных версий которые ломали что-то что-то минорному но Евгений поинт хороший на самом деле давайте вы меня тыгните по фамилии просто в Telegram комьюнити и мы там уже этот вопрос подхватим более предметно так инфраструктуру поддерживаем видеоконференций да значит смотрите естественно давайте я сейчас тоже картинку нарисую чтобы было понятно как это работает у нас есть для видеоконференций следующее вот таким образом мы обозначим SDK endpoints мобильные и браузерные что у нас есть у нас есть много прям реально много штук наверное 50 медиа серверов так называемых они как-то между собой дружат и как-то обмениваются информацией в каждый момент времени сессия для видеоконференций поднимается на каком-то медиа сервере на одном и трафик ходит примерно вот так то есть от одного ко всем и от каждого ко всем ну то есть получается конструкция на n умноженная на n-1 потоков видео которые мы получаем тире раздаем потому что каждый медиа сервер работает в методологии SFU это значит Selective Frame Forwarding то есть по большому счету это означает что он в неизменном виде что мы получили от каждого мы пересылаем каждому а микшированием этих потоков занимается собственно приемник то есть мы от всех получили по одному потоку и всем разослали на по n-1 потоку но чтобы свой собственный тоже не пересылать хотя можно и так сделать таким образом качество картинки во многом обусловлено качеством во первых приема всех потоков на endpoint понятно что если он едет где-то в поезде в туннеле у него связь пропадет и мы тут ничего сделать не можем и его мощностью для отображения я скажу так что здоровый здоровый максимум это 50 активных участников когда все видят всех и все общаются со всеми почему так потому что получается это сетка 7х7 и 49 потоков ну это вообще говоря здоровый предел для любого мысленного мыслимого масштаба рабочей станции иначе она уже начнет там реветь взлетать перегреваться и все остальное ну и естественно поток мало какой вайфай в принципе столько протянет то есть это что касается качества сам медиасервер его расположение выбирается в моменте исходя из того какие участники географически где сидят ну то есть есть определенная логика выбирать медиасерверные и более удачно расположенные относительно всех участников понятно что если кто-то зайдет например совсем из удаленного горного села то в моменте всех этот сервак не перебросит ну придется ему бедному страдать ну а что делать со своей стороны конечно да мы обеспечиваем довольно плотное покрытие по земному шару соответственно с некоторой большой вероятностью мы сможем в моменте подобрать медиасерверные и более оптимально расположенные относительно в среднем всех участников этой видеоконфы передаю началом так чаты чаты хранятся на стороне Vox Implant да это это очень хорошая тема достойная скажем так отдельного вебинара в качестве чатов давайте я тоже еще одну картинку нарисую у нас используется так называемый Message Pipe ну по сути контейнер я не знаю очередь для сообщений в нее можно сообщение положить и из нее можно сообщение с помощью SDK клиентов взять и есть срок жизни этих сообщений в Message Pipe по-моему он заставляет 100 дней либо 100 либо 30 могу наврать если честно в документации об этом более подробно написано но да естественно историю мы сколько-то храним и больше того можно делать если у нас SDK заходил читал а потом перестал есть даже специальный метод Retransmit Retransmit чтобы историю освежить то есть да что-то мы у себя храним так насчет файлов файлы как таковые передавать нельзя можно передавать ссылки на эти файлы на каком-то стороне мастри хранилище например ну то есть Message Pipe не предназначен под передачу больших объектов это только текст текстовые сообщения ограниченные в размере опять боюсь соврать то ли двумя килобайтами то ли что в таком духе то ли 64 килобайтами ну то есть грубо говоря для ссылки вменяемой длины на какое-то хранилище этого достаточно чтобы запихать бинарный блоб ну в принципе можно наверное извратнуться например B64 закодированную какую-нибудь штучку переслать а на SDK endpoint заставить ее декодировать распарсить и обозвать файлом ну так наверное можно сам я так не пробовал но как бы не вижу почему нет так ну да время уже к концу подходит коллеги спасибо большое за вопросы я думаю что можно перевести часть дискуссии в телеграмм на наше комьюнити что-то мы получим в обратной форме и возможно сделаем вебинар по отзывам на какую-то более узкую специальную тематику я думаю отдаю микрофон Дарьи да ребят спасибо большое что были с нами очень прошу вас заполнить форму обратной связи там будет несколько вопросов которые помогут нам в том числе делать больше интересного контента для вас поэтому заполняйте форму и увидимся как только мы узнаем что же вы хотите увидеть в следующий раз всем хорошего дня всем пока спасибо 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 Продолжение следует...